Минск вновь собрал звезд мировой сцены. В Большом театре Беларуси прошел традиционный, уже седьмой по счету, Рождественский оперный форум. Одна из его изюминок – международный конкурс вокалистов. В этом году география от США до Монголии. И почти две сотни желающих получить главный приз. Кстати, среди конкурсантов были обладатели очень редких голосов – контртенора и бас-баритона. В итоге Гран-при уехал в Армению. В эфире проекта «24 вопроса» в студии Максим Угляница. Здравствуйте. Оперное искусство остается популярным и в 21 веке. Правда, критики и композиторы жалуются. Зрители не готовы воспринимать оперу как что-то современное. Особенно это актуально на постсоветском пространстве. Поэтому в афишах в основном одна классика и почти нет новой музыки. Что бы ни придумывали ныне живущие композиторы, дирижеры и солисты с громкими именами. Какие же оперные постановки наиболее популярны у белорусских ценителей искусства? Как рассказывать о вечных ценностях современным театральным языком? Когда Гран-при Минского рождественского конкурса может достаться вокалисту из Европы? И почему этого не случилось до сих пор? Поговорим об этом с гостем программы. Я приветствую в студии генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимира Гридюшко. Здравствуйте. На первом рождественском конкурсе вокалистов Гран-при уехал в Узбекистан, в прошлом году в Россию, теперь Армения. Белорусские голоса пока не тянут на Гран-при? Объективно скажите. Вы понимаете, мы же гостеприимные хозяева. Говорить о том, что не тянут, будет несправедливо и неискренне. Ведь когда выходит в финал 10 человек, там уже такие голоса, неважно, кто первое, кто второе, кто третье. А если получится, то 10 уровень примерно один. Даже первый тур конкурса тоже достаточно высокий уровень. Нет, по крайней мере, таких, в отношении которых можно было бы сказать. Спасибо, на этом вы завершаете исполнение своей арии, не дослушав ее до конца. Не было таких. Но там можно, по крайней мере, было из 120 человек определить 33, которые войдут в полуфинал. Это уже высочайший уровень был. На уж, что касается финала, это мировой уровень. Ну, а в отношении участников Белоруссии, на первом конкурсе вокалистов нас порадовала Маша Шабуня. Первая премия для молодой начинающей певицы. Это очень значимо. И вот сразу скажите, два года прошло, она оправдывает? Она оправдывает, безусловно. Она уже солистка Большого театра. Тогда она еще была стажеркой, и она очень много поет сейчас в Ганноварской опере. Второй конкурс. Витя Менделев, вторая премия. Наш тенор. Он тоже поет. Не только в нашем театре. Он уже, кстати, и солист нашего театра. А в этом году Саша Мехнюк тоже вторая премия. Это тоже весьма и весьма значительный результат. И мы этому рады. Этот парень тоже у нас в трупе. Он тоже большие надежды подает. И многие партии он исполняет сегодня весьма и весьма великолепно. Публику радует своим пением. Это прекраснейший тенор. А когда они вообще втроем поют, Витя Менделев, Саша Геллах и Саша Мехнюк, то мы можем сказать о них. Это, пожалуйста, никто иной, как Поворотти, Пласида Доминго и Карерас. Действительно, так их воспринимает наша публика. Когда они о Солемио поют, когда они песенку Герцога поют из оперы Регалета, когда они арию, даже Калафа поют, арию победителя. Это невероятно. Ну а потом, знаете, для нас ведь еще важно, что приз зрительских симпатий тоже на этом конкурсе завоевала наша белоруска Маргарита Левчук. Совсем юная, собственно, солистка. Она недавно закончила консерваторию. Она тоже является стажеркой Большого театра Беларуси. Мы, естественно, сразу ее возьмем в труппу оперы. Поэтому неважно, у кого гран-при, у кого первого, у кого вторая премия. Это лауреаты международного конкурса вокалистов. Они заслужили право таковыми называться. И даже тот, кто занял 11 место, он тоже у нас считается финалистом. Лауреатом. Денег он не получит, но получит... Денег он не получит, но диплом он получил уже. Диплом. Ну и внимание авторитетного жюри. А потом, понимаете, внимание, жюри – это контракты. Ведь только на этом конкурсе 7 человек получили специальные призы членов жюри. Ну, к примеру, директор Дюссельдорфской оперы, оперы на Рейне, Германия, да, господин мэр? Он двум солистам, двум финалистам вручил поездку на прослушивание к себе в оперу за их счет, за счет оперы, да, безусловно. Вот, на предмет пения в следующем и через следующий театральным сезонам. Или, к примеру, директор Генеральной Львовской оперы вручил приз на исполнение оперной партии в одном из спектаклей текущего репертуара. Или директор оперы на Рейне, Франция, он же президент профессиональной палаты директоров оперных театров, вручил в свой театр. Директор эстонской оперы в свой театр. Директор Германии, вернее, Австрии, Линц концертный зал, вручил к себе, и это тоже свидетельствует уже о том, что наш конкурс состоялся. Наш конкурс занял свою нишу в плеяде многочисленной международных конкурсов вокалистов, получил признание, безусловно. А голоса соответствуют тому уровню, который позволяет импет на мировых площадках. Пока призовые места, ну вот Гран-при, первое, второе, третье места, остаются на постсоветском пространстве. Какое-то объяснение этому есть или так складывается? Вот тут европейский какой-нибудь сильный голос был ли среди претендентов, когда будет, как вы думаете? Как складываются обстоятельства? Кому-то больше повезло, кому-то меньше повезло. Вот, к примеру, кореянки или корейцы, ребята, они ведь сильные голоса привозят с собой. В этом году было шесть человек из Кореи, один человек вошел в финал, два человека в полуфинал. Но вот так карта легла. Наверное, не сопутствовал успех им, удача не преследовала. Может, по этой причине не получили. Или вот помню, в прошлом году француженка была. Есть голоса и в Литве, есть голоса и в Болгарии, и в Румынии, и в Германии. Но не получилось у них в этом году. Наверняка получится в следующем году. Ведь почти что 20 стран участвовало в международном конкурсе вокалистов. Это вот в третьем, да? В третьем, да. А это ведь только третий конкурс. Ведь еще не такая продолжительная жизнь у этого конкурса. А он состоялся уже, как вы считаете? Или еще есть шероховатости? Он состоялся. Он даже больше того, чем состоялся, по свидетельствам многих членов жюри, а ведь это достаточно известные в оперном мире люди, руководители театров, да, даже редактор журнала «Опера» из Лондона, а в прошлом году был руководитель престижной ассоциации «Европа-Опера», все в один голос заявляют, что по уровню организации, по уровню профессионализма, по уровню подготовки равного нашему конкурсу достаточно сложно найти в мире. А это правда, что уже даже есть группы оперных фанатов, оказывается, есть такие, которые специально приезжают в Беларусь вот именно ради конкурса вокалистов? Не знаю только из каких стран там. Ну, вы знаете, что я думаю, что есть, потому что ни на одном другом спектакле я такого большого количества автобусов с номерами иностранных государств не видел. Ну и потом в зале же тоже чувствуются, и во время антрактов, кто находится среди зрителей. Первый конкурс мы-то на зрителя продавали билеты только финальный концерт. В этом году мы и полуфинала на зрителя продавали, много людей было в зале, но финал вообще, негде яблоку было упасть полностью, стопроцентная продажа. Раньше такого на конкурсах не было, потому что, ну, все-таки, знаете, публика больше идет на именитых певцов, а здесь конкурсанты. Ведь есть изюминка одна отличительная у нашего конкурса. Мы не просто в третьем туре даем исполнить арию вокалисту, а принять участие в сцене и спектакля текущего репертуара нашего театра вместе с нашими артистами и в сопровождении симфонического оркестра. А более того, мы в этом году, в отличие от предыдущих, сделали еще второе действие. Дабы зритель не скучал во время антракта, когда жюри работают, а для жюри-то ведь это колоссальнейшая работа, и минут 40-50, а то и час нужно времени. Вот, поэтому мы пригласили всех лауреатов и первого, и второго конкурса, чтобы они пели для зрителя в этом концерте. Восторг был тоже потрясающий. Объясните для человека, который не сильно знаком с оперой, с тем, какие бывают голоса, что это такое контр-тенор и бас-баритон, чем они очень редки? И главное, выиграл ли этот человек какую-то испремь? Ну вот, он-то как раз и выиграл. Это вот так вам вы сказали. Он-то как раз и выиграл, да. Что, такой редкий-редкий голос? Понимаете, вот представьте себе, вы видите мужчину, а он поет женским голосом. Ну вот, нечто подобное. Это контр-тенор, да? Это контр-тенор. А бас-баритон? Ну, а бас-баритон – это нечто среднее между баритоном и басом. Это еще не до конца окрепший басовый голос. Мы про Повороте, Доминго и Карероса вспоминали. Что был за исполнитель, которого называют королем таким восходящим оперной сцены? Ученик Монсеррат Кабальера, скажите, что чуть ли не вот в будущей Повороте, а может уже так его где-то называют? Он не был участником оперного конкурса. Он, как приглашенный солист, был участником Международного рождественского оперного форума и пел партию Хазе в спектакле «Кармен». Выдающийся тенор, тут ничего не скажешь. Подстать своему учителю. Он порадовал зрителя. И фактура великолепная, да, и голос, вот, и сценический образ может великолепно создать. Они вместе с Оксаной Волковой. Оксана Волкова пела как раз партию «Кармен». Выглядели великолепно. А плюс к этому еще партия «Микаэл» и в исполнении народной артистки «Настя Москвиной», а Володя Громов «Эскамилье» и партию пел. Вот четыре основные партии в этом спектакле, они были на высоте. Даже из того, о чем сегодня вы говорите, мы говорим у меня, как у стороннего наблюдателя, такое складывается впечатление, современная опера – это полный интернационал. Поют одни солисты из одних стран, ставят режиссеры, ну, об этом мы не говорили, тем не менее, из других, судя по фамилиям, или там пишут откуда, на сцене в третьих странах. То есть вот полностью нельзя сказать, что белорусская опера – это условно только белорусские солисты, белорусские режиссеры, как и любая другая европейская, положим, опера. То есть все друг у друга взаимопроникновения, получается, культур, да? Или нет? Ну, естественно, это говорит об интегрированности одной культуры, одного искусства. И тут проблем никаких нету, да? Это абсолютно нормальное явление, ведь все оперы в основе своей сейчас исполняются на языке оригинала. Естественно, музыкальные материалы никто не менял и не меняет. Поэтому если человек поет эту оперу, вернее, эту партию в той или иной опере у себя в театре, он споет ее и в любом другом театре. Понятно, что нужно вестись в этот спектакль. Понятно, что совершенно другая режиссерская версия, постановка, абсолютно другие мизансцены. Но для этого есть видеозапись за месяц до спектакля. Он ее посмотрит, внимательно поизучает. Для оперного певца, опытного, здесь проблемы никакой не составляет. Потом за 3-4 дня до спектакля приедет, а бывает и за 2 дня. Вместе с режиссером по вводам походит по сцене, в спевочках примет участие вместе с нашими солистами. Оркестровочка пройдет, и все будет прекрасно. Если не привлекать артистов из других стран, ничего хорошего не получим. Мы просто закроемся своим пространством, и все. И никто не будет иметь возможности сравнить. Никто из зрителей не будет иметь возможности даже знать, что же происходит в мире оперы. А ведь человек-то идет на имена, потом на названия, понимаете? Значит ли это, что мы и не боимся сравнений? Абсолютно. И знаете, очень часто достаточно зритель выходит из зала, и во время антрактов обмениваются мнениями. Много же, кто и ко мне подходит, тоже высказывают свою точку зрения. Вам они, может, и не скажут, как есть, или скажут? Скажут. Если это «во», значит, так и скажут. А иногда скажут «это во», но наши вдвойне «во». А потом вы же понимаете, какой стимул для наших артистов. Они же тоже в своих собственных глазах растут. И они же все-то люди, понимающие, и определят стоимость того или иного голоса, да, качество его. И поймут, что их-то голос не хуже. Это тоже очень важно. Но человек имеет возможность прийти и увидеть новое. Но вот вы пойдете ли на одну и ту же постановку 5, 6, 10, 20 раз, если там одни и те же солисты? Скорее всего. Конечно, вряд ли. А когда новый солист, вы пойдете, вам интересно услышать его, этот голос. Поэтому мы по этому пути и идем. Режиссеры. Да, у нас есть свои режиссеры. Да, они ставят спектакли. И Эпаджавидзе ставит спектакль. И Голковская ставит спектакли. Но, знаете, если только ориентироваться на один стиль, на один почерк, от этого и трупа устанет, от этого и зритель устанет. А вот когда мы имеем возможность и Пламена Карталова пригласить, и Фраю Хима, профессора из Германии пригласить, да, и Цителя пригласить, и Жагерса пригласить, да, и Немо пригласить из истории. Извините, это же совершенно другая палитра. Это же широта репертуара. Это же возможность зрителя нового приобщить к искусству. Готовясь к этой программе, такую для себя новую тему, я думаю, для вас она, конечно, не новая, я открыл. То, что, собственно, на афишах-то не только в Беларуси. В основном классика. А вот новые какие-то, сегодня написанные в наши дни произведения, говорят так, ну, кто как говорит, но в основном говорят, публика не готова воспринимать новое. Вот могу даже цитату одну известный российский критик, музыкант Артем Варгафтик, как он объясняет, что причина этого замшелое утверждение, вот я прочитаю, что музыка и слова должны выдержать проверку временем. Но публика не способна понять, что эта проверка никогда в жизни не происходит без ее публики участия. То есть нет никаких высоких высших инстанций, которые определят, вот, будут свой приговор выносить. Это сама публика и делает. Но получается, что вот он говорит с этим судом истории, вся эта ситуация напоминает печально известный бородатый анекдот о чукче-синоптике, которые друг за другом следят и так погоду определяют. Замкнутый круг. Правда это или нет? А если правда, то это только вот в основном постсоветское пространство или так везде? Ну, знаете, такая проблема существует. Это все-таки западный зритель хочет воспринимать Лебединое озеро, Жизель, Щелкунчика и больше ничего другого классика, потому что, в принципе, все остальное мало известно. Почему наш зритель не всегда ходит на некоторые оперные постановки, достаточно часто национального репертуара? Здесь есть свои, мне так кажется, я, может быть, даже об этом впервые сейчас и подумал, одна проблема, связанная с тем, что больше нигде эти постановки не идут. Естественно, никакой другой приглашенный солист не сможет спеть эту партию. А я в начале нашего с вами разговора сказал, что зритель идет на имена в оперу. Здесь он никаких других имен не увидит. Ну, вот, к примеру, партию Кизгайла в «Седой легенде». Короткевич, Смольский – это современная, собственно, опера и композитор современный. Ну и даже автора произведения литературного можно назвать, но его нет в живых сейчас. Ну, в общем, да, это ближе к современности. Ближе к современности. Партию Кизгайла. Вот Володя Громов, Станислав Трифонов, да, и Володя Петров, народный артист Белоруссии. Все. Вот зритель сходил три раза. Даже если на каждого, да? Даже если на каждого из них. Ну, точно так же, к примеру, там вот партию Любки споет Оксана Волкова, Оксана Якушевич, да, Кристенция Стасенко. Вот три. И точно так же три партии Ирины. Все. Понимаете? А дальше уже будет повторение того, что есть. Ну, мы один раз вот попросили Москалькова, солист Большого театра России, вот, он выучил. Там на белорусском, да? Там на белорусском языке, да. Он выучил партию на белорусском языке Романа. Спел ее. Ну, это один раз. Ну, как это, честно сказать? Чувствовал, что все-таки человек, который на неродном языке. Вы знаете, что у него белорусские корни есть какие-то, поэтому все нормально было. Он молодец. Вот. А так, конечно, нет. А искать какие-то другие причины, ну, я знаю из общения своими коллегами, что достаточно много где. Ну, опять же. Даже в Германии, да, где 90, если не ошибаюсь, оперных театров, то же самое. Вот, ну, вновь написанные спектакли очень редко долго живут. Ну, к примеру, есть классика. Вот Германия, да, Вагнер, да, это их один из любимых, из любимых композиторов. Или Моцарт их любимый. Ну, это классика точно так же, как в России, да, в Советском бывшем Союзе. Чайковский, да, Мусоргский, да, Римский Корсаков, Бородин. Да, ну, это же всемирно известное произведение. Почему я всегда говорю, что вот, ну, в репертуаре есть зарубежная классика, да, вот Верди, Пучини, Россини, Вагнер, Бизея и так далее. Есть самое знаковое название русской классики, но мы стремимся к тому, чтобы все-таки и национальная классика была. Да, с публикой нужно работать, публику нужно готовить, вот, нужно рекламировать очень много и, естественно, привечать чем? Именами. Но в нашей спектакле, и не только, кстати, в оперной, но и балетной спектакле, ну, как ты пригласишь других солистов, если они эту партию не танцуют вообще? Ну, я имею в виду маленький принц Глебова, да, вот недавно Александра Тихомирова его поставила, наш молодой хореограф, да, или балет Витовт, да, на музыку Кузнецова, нашего белорусского композитора Юрия Троян тоже не так давно поставил. Ну, как ты кого-то пригласишь станцевать один раз эту партию, если он никогда не танцевал? Другое дело, что если мы на постановку приглашаем, ну, тогда человеку нужно постоянно сюда приезжать, но у нас же и свои люди есть, а если он будет постоянно приезжать, ну, так он тоже скоро станет своим, и люди скажут, ну, мы его уже видели 10 раз, ну, еще будем в 11 раз. Ну, правильно говорите, надо, наверное, работать больше, значит, с публикой, чтобы ходили те из нас, кто еще не ходил. Вот посмотрите, к примеру, да, мы два последних показа спектакля «Седая легенда», предвосхищая спектакль в камерном зале, делали чтение произведений Короткевича известными людьми, в том числе и артистами драматических театров, и артистами эстрады, то есть люди приходили их послушать, да, мы рассказывали об этом спектакле, и потом они шли на спектакль. Или, к примеру, последний раз мы поработали с музеем древнего искусства Беларуси, да, Академии наук, выставку сделали, вот люди тоже пришли, ну, это хорошо. Рождественский форум, который проходит в Беларуси, это дорогое в целом мероприятие? Искусство не может быть дешевым, поэтому, конечно, немалый день. Тогда может возникнуть вопрос, кризис, говорят? Ну, кризис, не кризис, там, сложные времена, не только в Беларуси, ведь много где, в мире в целом, можно сказать. А вот, слава Богу, живет, да, и даже, мы видим, набирает обороты. Понимаете, если бы не было интереса у зрителя и к форуму, и к конкурсу, мы бы его не проводили. Ведь скептиков было очень много, когда мы начинали Рождественский оперный форум, а было это семь лет тому назад. Тут скептиков или там? У нас. Больше у нас. Конечно, ну что. Ну, кому-то казалось, ну, один раз, ну, поиграются, проведут второй раз. А ведь форум мы уже в седьмой раз проводим, а конкурс в третий, в рамках форума. То есть мы границы расширяем, и мы имеем возможность приглашенный спектакль привезти сюда. Ведь в нынешнем форуме участвовал Одесский театр со спектаклем «Пиковая дама». Причем очень большой, я так понимаю, труппой приехали, серьезный, да? Собственно, более ста человек. Только наш симфонический оркестр, их дирижер, интерес есть у зрителя. Форум идет, он набирает обороты. Юбилей форум. И мы им благодарны за это, безусловно, потому что, если бы этого не было, конечно, весьма и весьма сложно было бы подобного рода проекты реализовать. Но это, опять же, мировая практика. В мире-то ведь тоже меценатство существует. И коммерческие структуры, банки помогают театрам реализовывать свои инициативы, свои проекты. Этого блага прежде всего и страны идет, и театры, и зрители. Конец года. Самое интересное событие в ближайшее время в Большом театре, я так понимаю, наверное, это бал традиционный. Или что-то еще? На что можно приехать в том числе не только белорусам прийти, но и приехать зрителям из других стран, которые интересуются оперы, балетами? Смотрите, 21 числа, то есть завтра мы проводим вместе с Министерством информации и благотворительный бал книги. Это уже тоже традицией становится. Вот с аукционом по продаже книг средства от аукциона уходят потом в детские дома и школы-интернаты. Потом пойдут новогодние программы, гала-концерты, билетов на них уже давно нет, вплоть до 31 декабря. То есть тут можно уже не дергаться по-простому. Ну, большой бал в Большом театре – это, само собой, разумеющийся факт. Это уже восьмой год подряд. Интерес публики неподдельный. С интересом идут. Сейчас занимаются репетициями. Потом пойдет постановка одного спектакля, потом второго, третьего. Ну, рутинная, в общем, работа. То есть это уже, собственно, текущий, рабочий, творческий процесс постановочный и реализация планов текущего, собственно, репертуара. А там, глядишь, уже восьмой, а где-то не за горами юбилейный будет Рождественский оперный форум, чему, собственно, вам желаем. Понимаете, у нас же есть оперный форум, но у нас же есть и балетный форум, и балетный форум уже пятый год подряд будет проходить. Он называется «Балетное лето в Большом», а восьмой год подряд будет проходить «Вечера Большого театра в замке Радивилов», а четвертый год подряд будет наша акция «Дни открытых дверей» в Большом театре. Все сезоны уже придумали, да? В принципе, да. Мероприятия. Ну, вообще, планирование у нас на несколько сезонов вперед по премьерам идет, а весь текущий репертуар на весь год прописан. Спасибо за разговоры, собственно, будем следить за вашими и старыми проектами, но, наверное, в новом каком-то виде, все-таки обновленными, но и новыми. Спасибо. Смотрите нашу программу в YouTube и на сайте телеканала «Беларусь-24». До скорого. Продолжение следует.